И всем привет, ребят, с вами Мастер Ваник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору грома, который у нас наконец-таки начали апать, не сказать конечно, что сильно бустанули, бустанули на 90 единиц и 50 единиц минимального урона, то есть 90 максимального, 50 минимального, то есть в сумме у нас, ну можно сказать, округлить до сотки, да, то есть чуть-чуть критический урон у нас бустанул. Посмотрим, что с ним стало, посмотрим как повлияло это изменение на эту пушку, чувствуется ли это или все же все равно такое себе слабовато. Скатаем сегодня на дикогроме, скатаем, я думаю, что одну каточку. По устройству на гром давайте возьмем сегодня не кувалду, а адреналинчик. Хочется мне посмотреть грома с адреналином. Ну и по дронам возьмем конечно же бустер, дикогром, вот такая вот комбиночка интересная. Ну и по режиму давайте попробуем сыграть о регби, у меня тут сегодня по заданкам есть такой замечательный режимчик, поэтому попробуем скатать, выполнить за одну заданку и посмотреть, что у нас покажет гром после обновления. Также у грома помимо увеличения критического урона увеличили силу удара, поэтому есть шанс может быть где-то перевернуть, где-то сбить противнику, где-то откинуть противника. Насколько сильно эта сила удара повлияла на эту пушку я честно говоря не знаю, поэтому сейчас мы вместе с вами сами на все это дело посмотрим, убедимся, ну и главное посмотрим сколько резистов будет от грома, потому что последний раз, когда я тестил эту пушку, когда говорил, что она полностью убитая, она не качана, ой не качана, не находится не в балансе, резистов от нее было довольно-таки много. Поэтому будет интересно посмотреть сколько резистов сейчас от грома мы вместе с вами встретим в матчмейкинге. Если это тоже будет большое количество, то будет немножечко грустновато, поэтому надеюсь, что большого безумного количества резов у нас не будет. По карте нас накидывает на регби песочницу, песочница это вообще супер, единственное что я могу сказать это то, что наверное здесь было бы получше все-таки взять ловкача под регби режим, но потом если что переоденемся, если вдруг не потянем. Главное нам посмотреть как по урону себя будет гром показывать, перезарядка у адреналина довольно-таки долгая, можно будет сейчас тоже пол боя например сыграть на адреналине, потом переодеться на кувалду, заодно посмотреть как кувалда себя сейчас показывает. Я все-таки давно на громе у нас не играл и не знаю какие устройства являются более метовыми, какие являются более крутыми на эту замечательную пушку. По сплэш-урону тоже посмотрим, что здесь у нас будет происходить, сильный он, не сильный, еще сейчас потише сделаю, что у меня тут за много по звуку, ну и постараемся конечно же выиграть каточку, поэтому стартуем, смотрим что у нас будет здесь получаться. Уже один резист от грома против я вижу, один наверное это не так еще неприятно, один это еще так как говорится фигня, два реза вулкана наваливают, викинга фриз еще. Ну будем играть аккуратно, будем играть турбосушечку, дефолтную такую прям, уверенную. И смотреть что у нас будет в этом плане получаться, также будет интересно посмотреть насколько большой критический урон будет вылетать по противнику. Если у нас его увеличили, то насколько сильно он будет дамажить, насколько будет хорошо себя показывать эта пушка в целом. Ведь раньше у грома критический урон был такой же самый как обычный урон, сейчас я немножко не понимаю, то есть это весь полностью урон увеличили, Или бы увеличили только дополнительно критический урон Поэтому можно будет этот момент тоже Рассмотреть, понять Как у нас все это дело поменялось Так, по 2.300 Неплохо я от стены дал Хорошую такую котлеточку Залепенил 10 киллов у нас уже есть в катке Ну, в принципе, пока что по безрезисту Ну, солидно Солидно накидывает громик Я бы не сказал, что плохо То есть по урончику вроде как неплохо Силы удара еще бы посмотреть Насколько сильная, если при леса какая-нибудь против попалась бы Грома бы увеличить бы сплэш урон У тебя, если бы сплэш урон был бы у него сильный Было бы просто великолепно Ну, почти 2000 я даю стычки Я вот только недавно тестил сейчас страйкера У страйкера сейчас с одной тычки уже урон меньше Уже 2000 не дает Здесь двуечка почти вылетела Прекрасная Так, пробуем накидывать Блин, промазал случайно грома Еще Арес Тар запустил в землю Ну, и нас тут, к сожалению, сливают Доставки у нас, я так понимаю, не будет Но у нас прошло пока что только 3 минуты По киламм 12 килов 12 килов Маловато, если честно, маловато Маловато Хочется больше, больше Так, хорошо, сплэшом унесли Добавляем еще Вот эти вот Ареса Вулканы неплохо так наваливают урончику Ну, я думаю, что у нас сейчас будет момент Под доставку Думаю, что получится доставить ДДшку с респа нажал Хотел ДАшку Потом ДДшку Чуть-чуть неправильно прожалась расходка Ну ладно Быстро заберем сейчас еще викинга В принципе, даже и не такой долгой кажется Перезарядка грома Как мне казалось раньше Раньше как-то казалось, что она еще дольше Сейчас вроде как уже и не так плохо Вроде как уже и не так медленно Уже что-то есть Единственное, что я взял диктатора Да, и надеялся на то, что у нас тут с критами Будет какой-то дополнительный хороший плюс А плюса как такового с диктатором на громе Ну, нет Поэтому я бы гром лучше бы использовал бы с викингом Ну, либо, например Хотя с харьком пробитие дополнительное Ну, не знаю С харьком можно было бы тоже, наверное, попробовать Я взял сегодня диктатора Так, Вика Фриз прожимает овердрайв Будет стараться ставить Вряд ли у него, конечно, здесь что-то получится Два ареса вулкана пушат Левую зону Попробуем сместиться Найс Посмещался я, конечно Так, давайте попробуем одеть ловкача И одеть кувалду Побыстрее, чтобы стрелять Посмотреть, насколько лучше кувалда будет работать Так, и одеть ловкача Если что, потом может даже еще и корпус поменяем На то, чтобы выиграть в катку Если у нас вдруг она не пойдет То, может быть, переоденем его Это если только вдруг не пойдет Если пойдет, все хорошо Так, с кувалдой заметно быстрее перезарядка Заметно быстрее перезарядка И заметно меньше урон Это тоже факт Урона меньше, перезарядка больше Ну ладно, хорошо Окей Ловкач тоже бодряк А, хотя нет, урона я мог испытать меньше Не из-за грома А из-за того, что я дрон сменю Хотя, может быть, тогда и по урону В принципе, те же самые цифры, да? Я же был на бустере Бустер дает 30% к урону Было где-то по 1000 Сейчас стало 800 Ну, наверное, да Наверное, в принципе, урон такой же самый У него примерно и есть Так, прожимаем овердрайв Катлеточный Ага У кувалды же нету Ох, я, конечно, гений Вот это гений Просто гений У кувалды нет критов Я забыл У нас же нерфили кувалду У кувалды теперь критов-то нет Я совсем забыл про это Ну и все Переодеться теперь То с кувалды-то я уже не могу К сожалению Но Разница, если честно Небольшая Но честно, да? То есть разница небольшая Что я играл С критами Что без критов, да? То есть Количество моих хилов Ну, по ощущениям Никак не поменяется То есть их больше не станет Не больше не станет Не меньше не станет То есть в этом плане Что Что есть эти криты И что их нету Единственное, только Против резиста Вы будете наносить Большее количество урона Да? Потому что То вы рез с критом Не будете чувствовать А без крита Он как бы чувствуется Но у противника Только один резист Игрома Соответственно Никакого такого Прям Жесткого Жесткого Дисбаланса Да? То есть В смене этого устройства Я, честно говоря Не вижу То есть В принципе Ничего страшного Не произошло Но этот момент Конечно Я немножко Не зачитал Забыл Что у кувалды Нету критов Что так удивился На диктаторе Прожав овердрайв Ну давайте Тогда возьмем Викинга Тогда возьмем Викинга Противник В принципе Кучкуется Диктатора Уже Нету Никакого смысла Чего бы корпус поменялся Был бы вообще великолепно Так Ну а теперь Было бы неплохо Уже дожить До овера 20% Преющего респауна У меня уже Переоденется корпус Поэтому давайте Постараемся пожить До овердрайва Хотя бы Ну кувалда Кстати Смотрится интереснее Хоть и критов Нету Но За счет того Что Быстрее перезарядка Мне Как-то даже Покомфортней Мне как-то Даже Покомфортней И зачем Они убирали Криты С кувалды Мне тоже Этот момент Не ясен Если вам ясен То напишите По этому поводу В комментариях Пожалуйста Почему У кувалды Нету критов В чем Прикол И Зачем Нерфить Кувалду И убирать С нее критический Урон Если Она в принципе Ну типа Не нагибает То есть Сама пушка Не нагибает То есть Ну пушка Что есть То есть Но она не нагибает Да То есть Я вот Что играл С адреналином Что с кувалдой То есть Разница Никакая Разницы Нет То есть Здесь только Быстрее Чуть перезаряжается Чуть меньше урон И все Все что меняется У нас Ну давайте Хотя бы Попробуем Накопить Один овердрайв На викинге Зарядить его Посмотреть Что у нас С овердрайва Будет Залетит Какая-нибудь Котлета Вкусная Или не Залетит Резист Давайте Пойдем Встречать Лучше Того молодого Человека Который Там Наваливает А он Уже сменил Траекторию На центр Все Гениальная игра Это молодой человек Но от грома Порезу Конечно Это ужас Это просто ужас Вот когда я начинаю Бить Порезу Это все Это до свидания Это прям Нереально Печальная вещь Резист Не пробивается Я вот помню Времена Когда от грома Было Безумно большое Количество резов И он все равно Себя показывал Круто Вернуть бы то время Когда он Показывал себя Круто То сейчас Вот что Его апнули Да То есть Критический урон На 50 Там Да Урона Сила удара Сила удара Вообще не чувствуется Что она апнутая Если честно Но зато Я бью по резисту И не могу Его вообще Никаким образом Слить Просто Никаким образом Я не могу Слить резист Он делает Все что он хочет Лак серва Главное Чтобы нам доставка Сейчас не прилетела Так Играем от подборчика Ну и летим Доставлять Надо овердрайв Надо овердрайв Ой-ой-ой Нифига себе Мин Васп еще бомбу ставит Еще и тяжелый Васп Благо я здесь Доставочку оформил 70% есть Ну и сейчас Я думаю Что к уже Вот этому заходу Надо еще Кого-то кельнуть И постараться Уже зайти Красиво С овердрайвом Хорошей домашкой И попробовать Уничтожить всех Надеюсь Что получится 80% 83 Вход еще Еще через один рез Походу Придется Еще один Респик Откатить У вас Поставят Бомбочки Ой Бомбочки Миночки Потом его Забрать Заберем Мэйт Попробует Что-то еще Сделать 95% Овердрайва Если наши Сейчас не доставят То я в принципе Могу с овердрайвом Влететь И попробовать Все это дело Слить Но паладин Должен Ставить Наверное Не Ставят Ставят Хороший Савчик Ну на кувалде Кстати Урон Примерно Такое Короче Адреналин С критами И кувалда Без критов По моим Ощущениям Грубо говоря Ничем не отличается Да То есть То что у тебя есть На пушке крит И что у тебя На пушке Его нету Только здесь Гром Стреляет Быстрее И наносит Примерно Такой же Урон А там Стреляет Медленнее И наносит Такой же Урон То есть Ну Разница Практически Никакая Поэтому Нужно Что-то Делать С этой Пушкой Нужно За нее Браться Разработчикам Игры Стараться Из нее Сделать Прям Конкретную Пушку Ну хотя бы Среднего Баланса Хотя бы Среднего Баланса То есть Ну То что я вижу Сейчас Вот эти Вот 30 Килов За катку Ну и Ну вы понимаете Что я играю По безрезу По безрезу То есть Как только Вот появляется Вот резист Все Ну грубо говоря Моя игра Потихо И начинает Заканчиваться Что я буду делать Ему по резу Ну 400 урона Ну вот И сколько мне На граммов Выдач Чтоб его слить Представляете Сколько надо Урона ему Нанести Чтоб унести 400 урона С одного грамма Это как Два шарика Твинса Даже иногда Может быть Один шарик Твинса Да то есть Ну и Насколько быстро Нанести этот урон С твинса И насколько Долго Наносить этот урон С Грома Да то есть Перезарядка Насколько дольше Поэтому я не знаю Зачем так жестко Нерфить было Вообще Эту пушку Мне Мне эта логика Абсолютно Непонятна Но одно я вижу точно То что мы ведем 6.0 И то что у меня Есть возможность Реализовать свой Овердрайв Если я еще С этого Овердрайва Даю Хорошее количество Киллов То будет Просто Великолепно Но хотелось бы Прожать Овердрайв Именно в тот момент Когда я буду Залетать К ним Под доставочку Под доставочку Чтоб была возможность Доставки Ой-ой-ой-ой-ой Шарик это больно было Шарик это было больно Так есть Дроповая аптека Есть противник Все короче Жму я Овердрайв Отлеточный Фирменный Фишечный Пробую Выносить всех Ну Всех Это 3 танка На 3 танка Мне хватило Овердрайва Но Под овером Викинга Урон хороший Урон хороший Летит Там конечно Базара нет Залетает Хорошие Такие Тысячки Сладенькие Вкусные Но Это под Овером Викинга И нужно понимать Что овер Викинга Сейчас копится Тоже Не 2 минуты А 5 Поэтому Слабо 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 Ну и Такое Такое устройство Как кувалда Которая являлась Раньше Лучшим устройством На гром Оно не актуально Потому что Ты берешь Его И у тебя Отключаются Криты То есть Тебе надо Играть С адреналином А адреналином Перезарядка Долгая Играть Без сплэша В матчмейкинге Глупо Играть С автоматом Заряженных Малого карибра То есть Это быстро Стреляет Но маленький Урон Ну тоже Слабо Тоже Слабо То есть Остается Играть С адреналином У адреналина Дольше Перезарядка Не Частые Криты Даже если они Повышенные Криты Но они Не частые То есть Плюса Ты от этого Не имеешь Повышенная Сила удара Окей Где-то Она Может Пригодиться Но этого Мало Этого Мало Надо Делать Либо больше Урон Пушки Либо Больше Либо быстрее Перезарядку Пушки Тогда Она Будет Более Актуальна Если Сделать Из Грома Примерный Рикошет По балансу Да Чтоб Она Была В среднем Балансе То Будет Очень Круто И Будет Достойно Пишите Что Вы Думаете По поводу Грома Пишите Каким Вы Его Считаете Сейчас По балансу И Что С ним Лучше Сделать Да Согласны Ли Вы С моей Точкой Зрения Что Все Это Еще Слабо И Очень Даже Слабо Поддержите Дост лайком Подписывайтесь На канал Если Вы Еще Не Подписан Нажимайте На Колокольчик Дабы Не Пропускать Новые Видеоролики Ну И Также Не Забывайте Про Так Создатели Контента Возможность Поддержки Можно Так Сказать Так Создатели Контента Находится В Настройках Настройки Аккаунт Здесь Внизу Так Создатели Контента Мой Личний Так Это Так Тим Поставите Его Поддерживайте Меня При покупке В магазине Ну И Плюс У вас Есть Возможность Участия В Розыгрыше На 50 тысяч Тинкоинов И На 2 Миллиона Кристаллов Ну И Также Не Забывайте Подписываться На Телеграм Чик Который Есть В Описании Мой Личный Телеграм В котором Стараюсь В последнее Время Довольно Активно Вести Постить Всякую Интересную Инфу По каналу Инсайт Информация Которую Вы не найдете Нигде Ну И Плюс Помимо Канала Есть Интересные Посты С Топами Вооружений И Комбинациями Которые Лучше Прокачивать Поэтому Если Это Вам Все Интересно То Переходите Тоже Подписывайтесь Ссылочка В описании На Него Также Имеется У меня Друзья На Это Все Всем Спасибо За просмотр Всем Удачи И Всем Пока